Народному писателю Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, видному общественному и государственному деятелю России Исхаку Шумафовичу Машбашу исполняется 90 лет. Родился Исхак Шумафович 28 мая 1930 года в ауле Урупске Краснодарского края. Учился в Адыгейском педагогическом колледже имени Хусена Андрухаева. Позднее получил образование в Литературном институте имени Горького. Затем окончил отделение работников печати, телевидения и радиовещания высшей партийной школы при ЦК КПСС. Трудовую деятельность Машбаш начал в 1956 году после окончания института в должности заведующего отделом областной газеты социалистической Адыгеи. С 1959 года являлся руководителем лекторской группы Адыгского обкома КПСС. В 1962 году стал председателем Союза писателей Адыгеи. Народный писатель Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаева-Черкесия, заслуженный деятель искусств Кубани, лауреат государственных премий СССР о России и Адыгее, литературной премии имени Шолохова, Писхак Машбаш полон творческих планов. Он известен как общественный деятель не только в Адыгее, но и на всем Северном Кавказе и в России в целом. Его талант и феноменальные трудолюбия по достоинству оценены на самом высоком уровне. Но несмотря на всю весомость регалий и общественного признания, он остается человеком простым и открытым. Исхак Машбаш автор около 900 книг, прозы и поэзии. Его романы «Жернова», «Раскаты далекого грома», «Хангири» и «Зьмевиков» Адыги, в которых автор повествует об истории адыгского народа и народа в России, известной широкому читателю в нашей стране и за рубежом. Он автор более 30 поэтических сборников, в том числе «Щедрое солнце полудня», «Светлое имя твое», «Мосты», «Мир дому твоему» и другие. Его известные песни о Дыге, Даха, Сидунай, Сина-Сыпар – это отдельная страница нашей национальной культуры. Указом президента Российской Федерации 26 апреля 2019 года Исхак Шумафович Машбаш удостоен звания Героя Труда России за особые трудовые заслуги перед государством и народом. «Дай мне радость, жизнь, и не надо ничего, кроме этой награды. Это радуга в небе над садом и улыбка живущего рядом. Дай мне жизнь и терпение и силу. Дай мне твердость и мудрость земную. И потом, чтобы ты не просила, все с лихвой, благодарный, вернуя». Жизнь услышала эту страстную просьбу и дала радость. А Исхак Шумафович, благодарный, все вернул с лихвой.